В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Особое детство в Ненецком округе – это организация, которая специализируется на оказании помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2020 году организации получено двухэтажное здание, где разместились специализированные кабинеты. Занятия в центре проводят 13 специалистов, часть из них – мамы-волонтеры. Центр посещает 82 ребенка. В организации состоит 168 семей. Руководит центром Татьяна Вепрева. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! И сразу хочется немножко вас поправить. Сегодня у нас численность детей немножко больше, то есть по заявлениям родителей у нас уже 202 ребеночка, то есть 202 семьи составляют среднесписочную численность наших детей. В день у нас посещает центр 42-48 детей в зависимости от расписания, поэтому мы работаем в таком авральном режиме, начиная с 9 и до половины седьмого, а вторник и пятницу мы еще работаем до 19.30. В субботу и воскресенье тоже у нас рабочие дни, в субботу у нас проходит самбо для мальчишек, а в воскресенье мы ездим в бассейн «Норд» и реабилитируем наших детей там. Татьяна, расскажите, каким год был прошедший для вашей организации, чем он запомнился, какие были важные события? Вообще 2020 год был очень интересным и значимым, я бы сказала, в жизни нашей организации. Это и получение нового здания, вы уже знаете, да, то есть мы смогли добиться того, чтобы сегодня у наших детей был центр социальной реабилитации полноценный. Это и наполнение кабинетов, мы потихонечку-потихонечку маленькими шажочками каждый кабинет оборудовали. Конечно, мы ставим перед собой цель дооборудовать эти кабинеты, то есть в планах у нас есть такие задумки, как флаттерапия, то есть флатинга, камера, где дети могут погружаться в водную среду, но при этом не погружаться в воду. То есть как будто бы находиться в воде, но при этом быть сухими. Ощущение космического состояния – это очень важно, особенно для детей аутистов, для детей, у которых нарушена работа вестибулярного аппарата. И также флаттерапия, она помогает детям, которые плохо спят, например, да, то есть 6-10 минут в этой камере заменяет 4 часа сна. Ну, это планы, я уже рассказала, немножко перескочила. Очень интересная камера, да. Да, также у нас в планах, ну, уже раз о планах начали говорить, в планах у нас создание соляной комнаты, и сегодня у нас есть доброжелатели, которые обещают нам эту комнату в этом году уже оборудовать. Поэтому наши детки будут дышать морским воздухом, соляным воздухом, который будет вентилировать легкие, который будет способствовать тому, чтобы дыхание было более четким, гладким, плавным, и что будет способствовать не только физическому развитию, но и речевому развитию тоже. Потому что сегодня деток-речевиков очень много, к сожалению. И в наш центр стали обращаться такие дети в большей степени сегодня. Даже не столько деток-инвалидов уже, как бы, да, вот в сравнении с тем, сколько детей с речевыми нарушениями. Потому что, на самом деле, дети-инвалиды тоже имеют речевые нарушения, потому что силы своих заболеваний, да, это попутные. Но и обычные, скажем так, здоровые физические детки тоже сегодня имеют речевые задержки. И вот мы стараемся помогать социализировать деточек, помогаем им налаживать контакт, специализируем их. У нас работают такие направления, как томатистерапия, форбрэнтерапия. Томатист помогает как раз запустить речь. У нас есть такие направления, как адаптивная физкультура, развитие мелкой моторики. Есть направления по арт-терапевтической работе, то есть где мы рисуем, причем рисуем необычными способами, в том числе замечательный способ, как я всем рассказываю, это способ выдувания, когда у ребенка и дыхание нормализуется, и в то же время у ребенка происходит рисование, то есть он видит рисунок, который он создает с помощью своего дыхания. При этом дальнейшие доработки этого рисунка, они происходят уже, например, с помощью ватных палочек, либо пальчиков и так далее. То есть тактильное рисование. Также у нас есть звукотерапия. Я уже всем говорила о том, что есть у нас потрясающий инструмент ХАНК, который за счет своих низких частот заставляет воду в нашем организме кристаллизироваться в положительный заряд. И таким образом происходит самоизлечение организма. Плюс есть глюкофон, аппарат, который, наоборот, на высокие частоты. То есть когда резонирует голова, резонирует мозг, и таким образом происходит определенная стряска для ребенка для того, чтобы запускать какие-то процессы, связанные с головой. Все эти методы, конечно же, не медицинские, они в основном либо социальные, либо педагогические. Поэтому деткам очень нравится. Мамы довольны, результаты хорошие. А где вы специалистов берете, которые работают на этих методах? Ну, вообще у нас специалисты мамы особых детей, а не волонтеров, которые с вами прошли этот путь. Специалисты неравнодушные, скажем так, педагоги, которые решили пойти на этот путь. И за счет нашей организации они были отучены, переквалифицированы. И сегодня они непосредственно занимаются такой важной работой. И забыла совсем сказать о том, что у нас еще есть два массажиста, которые занимаются общими массажами для детей. Кинезиотейпирование, новая процедура вообще в регионе. За счет кинезиотейпирования мы способствуем работе мышц детей, чтобы они их чувствовали, свои собственные мышцы. То есть в логопедической работе вообще очень важно, что ребенок чувствовал свой язык, свои мышцы лица и так далее. И вот кинезиотейпы они как раз-таки помогают в нашей работе. Татьяна, а как вот к вам попадают дети? Это надо какое-то медицинское направление? Каким образом? Вот это каждый желающий может прийти? Или как это вообще происходит? Ну, есть несколько путей, скажем так, да. То есть для детей-инвалидов это одно направление, для детей с ОВЗ это другое. Но все они в целом сходятся в то, что дети признаются нуждающимися в социальной адаптации. То есть дети-инвалиды представляют один пакет документов, дети с ОВЗ немножко другой. Но смысл всех этих документов, он состоит в том, чтобы ребенка признали нуждающимся в социальной адаптации. Если ребенка признают нуждающимся, то он умеет право выбрать организацию, в которую он пойдет. Это либо КЦСО, либо какие-то другие организации, ну и в том числе наша организация тоже. Хочу сказать, что сегодня полномочия по признанию переданы как раз-таки комплексному центру социального обслуживания. И непосредственно те, кто желает прийти к нам или к ним туда, нужно собрать пакет документов и пойти именно на оформление уже туда. Мы уже работаем по готовым программам, которые нам предоставляют сами родители. Программы эти согласованы с КЦСО. Ну, я так полагаю, что с департаментом здравоохранения тоже. И вот на основании этих программ мы уже работаем с детками. Причем мамы могут сами выбрать то количество услуг, которые они хотели бы получить для своего ребенка. И те направления, которые им нужны. Потому что, например, ребенок с ДЦП, ему не обязательно, скажем, ходить к логопеду. А ребенку, например, с речевыми нарушениями и с нормальным физическим развитием не обязательно ходить на адаптивную физкультуру. Поэтому у каждого ребенка все разное. Программы все разные, все индивидуально. И мы всегда разговариваем с родителями. Мы всегда какой-то подход находим. Всегда стараемся подстроить расписание так, чтобы всем было удобно. И то есть у нас, если где-то вдруг местечко освобождается, у нас сразу маму пишут, можно мы, можно мы. У нас создана группа в WhatsApp для того, чтобы мы постоянно были в таком, в живом общении, где мама не только видит расписание, но еще и сообщает о том, что может ребенок прийти, не может. Или, например, какие-то, если есть проблемы, то тоже мы там озвучиваем, все вместе обсуждаем, решаем. А эти услуги, они предоставляются платные или бесплатные? Для родителей и детей эти услуги бесплатные. Но мы получаем компенсацию от Департамента труда и социальной защиты здравоохранения Нейско-автономного округа. Она, конечно, небольшая, но, тем не менее, она позволяет содержать сотрудников, позволяет нам оплачивать коммунальные услуги и вести, скажем так, хозяйственную деятельность. Имеется в виду кое-что ремонтировать в текучей такой деятельности, там какие-то лампочки приобретать и так далее. То есть то, что нужно сегодня, незамедлительно. Таким образом. Также хочу сказать, что мы не только, как бы сказать, работаем по договорам социального обслуживания, мы еще и ведем большую работу в сфере грантовых написаний. В прошлом году у нас было написано 11 грантов и субсидий, подан заявок вернее, но выиграно всего три. Это, конечно, небольшая сумма, порядка 350 тысяч, но даже эта сумма позволила нам приобрести еще один аппарат «Томатис». Эта сумма позволила нам отучить наших специалистов дополнительно. Надо повысить квалификацию, кто-то отучился на новое направление. Ну и плюс мы провели огромный праздник для детей. Это было в феврале прошлого года, посвященное 23 февраля. Это были веселые старты. Это был огромный классный праздник. Как раз перед пандемией. Да-да-да. Вот. У нас приезжали гости из Красного, они привозили ему лежа оружие, и наши дети с огромными глазами все это разбирали, собирали. Плюс это командная игра, победители получили призы. Ну, хотя все получили призы, но победители были, скажем так, дополнительные призы. И родители все довольны. Причем они тоже принимали участие в игре. Это было в старом здании еще. Я помню, там было очень мало места, и практически, наверное, все здание было под этот праздник. Да-да-да-да. Сколько было в старом здании у вас кабинета? Так, раз, два, три, четыре, пять. А сейчас сколько? Сейчас у нас порядка, ну, 16. И все кабинеты задействованы? Сегодня не все, но мы потихонечку их задействуем. То есть вот большое желание, говорю, сенсорную комнату запустить, потому что чувствуем, что не хватает детям именно вот интеграции в плане сенсорно-когнитивного поведения, да, и не хватает детям ощущения того, что они в каком-то другом пространстве. Это же вообще, когда ребенок начинает представлять, фантазировать, это такой, ну, другой мир совершенно. И когда ты погружаешься вместе с ним в него, то ты... Такое ощущение, что не здесь. Назовем это так. Как раз сейчас у нас в этой комнате, она пока не оборудована до конца, но тем не менее проходит нейротерапия. То есть мы деткам развиваем одновременное чувство правого и левого полушария, то есть межполушарное развитие. Каким образом это происходит? Это различные методики, то есть одновременная работа двумя руками, с помощью специальных балансиров, специальных досок для развития. Потому что у нас, у многих детей, когда два полушария между собой не взаимодействуют, бывают нарушения не только, скажем так, умственного характера, но и вестибулярный аппарат нарушен. То есть я, конечно, не врач, я говорю простым таким языком, то есть врачам-то, конечно, это все виднее. Но тем не менее, с помощью даже таких простых упражнений мы пытаемся помочь детям не стесняться своего тела, например, не стесняться своей речи, быть востребованными среди своих сверстников. И так далее. Потому что у многих детей, на самом деле, очень большая проблема – это проблема общения. И когда они к нам в центр приходят, два, три, четыре, пять дней, потом они просто не хотят уходить. Некоторые дети даже предпочитают приходить в центр, чем в детский сад, но понимаем, что детский сад – это все-таки приоритет, потому что это своеобразное образование. А самые юные посетители вашего центра и самые взрослые? Самому юному – год и девять, а самому взрослому – двадцать шесть. Я хочу сказать, что наши ребята, пусть мы двадцать шесть, но все равно для нас они такие же малыши. Это Игорь Карманов, я не стесняюсь говорить, Слава Доркин. Они у нас потрясающе поют, они у нас рисуют, они у нас даже вышивают бисером. Они у нас ходят и к психологу, и на фарбрейне читают. Вот как раз-таки фарбрейн помогает детям развивать память, мышление и речь. И даже через месяц после того, как ребенок позанимался на фарбрейне, улучшается и школьное восприятие, то есть и каллиграфия, почерк улучшается у ребенка. Естественно, память улучшается, и многие мамы замечают, что ребенок начинает просто лучше учиться. Про автоматистерапию, я думаю, что очень много сказано, и я не буду заострять на этом внимании. Сегодня этот вопрос такой неоднозначный во многом, но тем не менее наш опыт говорит о том, что это очень важная и полезная процедура. И если у нас 202 ребенка за прошлый год прошли эту процедуру, и у всех положительный результат, то это, конечно, есть показатель. Есть, конечно, мамы, которые, пройдя процедуру, останавливаются на первой, и говорят, мы не заметили изменений, дальше не пойдем. Ну, тут мамы сами решают. Но те, кто идет дальше и движутся до конца, и проходят 3-4 курса в год, результаты классные. А есть такие вот результаты показательные, что ребенок абсолютно избавился от каких-то проблем благодаря вашему центру, и просто зажил полноценный... Вы прям, вы прям... Считайте, что мы какие-то сказочники, наверное, или волшебники. Нет, конечно, такого не происходит. Но, тем не менее, улучшения у детей во многом чувствуются. Например, есть ребенок, который на днях, вот после четвертого тоже курса автоматистерапии, начал просто болтать. То есть до этого он говорил, но очень мало, скромный. Мама переживала, что в таком возрасте, уже практически предшкольном, то сегодня он просто не замолкает. У двоих детей, например, тоже результаты очень хорошие в плане усидчивости появились. То есть это прям реальные результаты, которые мы на себе просто проверили. То есть не те, которые дома родители увидели, а то есть мы увидели в центре уже, да, буквально вот недавно. Есть детки, которые после, например, массажа чувствуют себя просто замечательно. То есть у них иннервация организма происходит, да, то есть кровь начинает двигаться, и у них прям прогресс, не только, скажем, физический, но и эмоциональный. Начинают детки улыбаться чаще, и контакт с родителями налаживается, и так далее. То есть вообще наш коллектив, он на самом деле классный. В каком плане? Что у нас всегда происходит какое-то взаимообразное общение. То есть мы всегда меняемся той информацией, которую мы получаем, да, от детей, от родителей, и мы всегда как-то обсуждаем, что лучше. То есть и предлагаем родителям. В том числе и родители у нас не обделены, но я думаю, они, наверное, скажут тоже. Мы всегда им говорим о том, что нужно бы, как лучше бы. То есть помогайте нам, потому что только совместная работа, она приведет к хорошему результату. Вот 28 или 27 числа мы еще пока точно не определились, но вот в эти даты мы хотим для мам, для особенных, сделать небольшой праздник. Хотим пригласить группу музыкальную, хотим, чтобы не только детки социализировались, но и мамы отдыхали. Ну, у вас сейчас возможность прекрасная. У вас такой огромный зал, там просто невероятный. В этом году мы, кстати, выиграли президентский грант 499 тысяч. И вот на эти средства мы сейчас как раз и оборудуем этот зал. Вот к нам сегодня только пришел пол, бутаматы на весь зал. Это мягкий пол для того, чтобы дети, если вдруг упали, то было довольно мягко. Мы приобрели бизи-борды, кресло-качалки, домик, горку, батуты. Повесили баннера красивые, которые закрывают стены. В дороге у нас еще жалюзи и так далее. В общем, где-то примерно через месяц, я думаю, что у нас все оборудование придет до конца. И мы все это разместим в нашем замечательном зале, который впоследствии мы хотим сделать тоже не просто зоной для отдыха, но зоной для работы тоже. То есть там будут специализированные оборудования, например, для детей-аутистов, такое, как яйцусовые. Это такая большая, интересная сумка, назовем ее так, в которую ребенок может залезть и спрятаться. То есть это ощущение личного пространства. У нас у каждого же есть свое пространство, свое биополе, которое... Мы не всегда любим, чтобы кто-то нарушал. Например, в автобусе не всегда бывает приятно, что ты около тебя стоит. Только в автобусе. А у детей-аутистов, у них вообще очень острое восприятие вот такого тактильного, скажем, чувства. Поэтому для них очень важно личное пространство. И когда вот оно такое замкнутое, такое вкоканье, это же, ну, их называют дети дождя, да, вкоканье, они чувствуют себя комфортно. Они выходят из страхов, они начинают контактировать, то есть начинают общаться таким образом. Поэтому мы стараемся, чтобы было все интересно, чтобы... И мамы всегда нам дают какие-то тоже, наверное, небольшие советы. То есть мы бы хотели вот там, чтобы было вот так, вот так. Вообще, в идеале, было бы здорово, чтобы у нас был не просто социальный центр, а медико-педагогический социальный центр, чтобы у нас и врачи были, и были педагоги. Ну, это, конечно, планы будущего. А что для этого нужно? Лицензии какие-то нужны? Обязательно, да. Сейчас мы как раз стоим на пороге того, что мы сделали пожарную сигнализацию. Очень большое спасибо хочется сказать главе региона за то, что нам помогли найти средства для того, чтобы мы все-таки эту пожарную сигнализацию установили. И сегодня, слава богу, у нас все работает, и наконец-то мы можем идти дальше. Это была такая первая ступень. Сейчас нам нужно пройти санпины все, то есть мы потихонечку это все движемся в этом направлении. Дальше у нас будет перелицензирование. Мы хотим открыть группу кратковременного пребывания для детей инвалидов четырехчасовую. Ну, а дальше уже, может быть, к следующему году или через год как-нибудь так, уже дальше будем думать о медицинском направлении. Это же тоже вопросы финансирования, да? Это ваши вопросы, наверное, принадлежности вас к какой-то организации более серьезной. Согласна, да. Было бы здорово, чтобы у нас был какой-нибудь большой хороший покровитель, который бы взял нас под свое крыло и помог с финансированием. Но я хочу сказать, что сегодня и нефтяные компании стараются, пусть небольшими суммами, но тем не менее, вот, например, там, Башнефтьполюс нам обещали в этом году сенсорную комнату, там, Зарапешнефть обещали нам соляную комнату, по-моему, сделать. Надеемся, сейчас написали президентский грант второй на флат-камеру, да, то есть тоже надеемся, что мы выиграем, сейчас у нас в планах написание проекта о оборудовании комнаты для логопеда и психолога. Есть потрясающее оборудование, то есть это столы, стол логопеда и стол психолога с уже заложенными внутрь техниками и методиками для диагностирования. Потому что сегодня вот, ну, чувствуем, что многим детям нужна диагностика, первичная хотя бы диагностика, для того, чтобы понимать, как с ними работать дальше. Татьяна, а вот в других регионах опыт, наверное, есть, да, такие центры, как они вообще существуют, на основании чего? Ну, вот где я была, я выезжала в Калугу, в Подмосковье мы были, такие центры все были при государстве, то есть государство для это, по принципу, как комплексный центр социального обслуживания. И, конечно, и попроще, то есть у них есть государственное финансирование, госзаказ, у нас такого, конечно, нет. То есть мы полностью на самоокупаемости, назовем так, да, плюс у нас некоммерческая структура, мы постоянно подконтрольны везде, да, то есть мы и Минюстову должны отчитываться постоянно, и департамент, да, и другим органам, то есть должна быть открытость, должна быть доступность и так далее. Хочу сказать, что по договорам социального обслуживания, у нас их в прошлом году было 79, детей было 69 по этим договорам, ну, то есть некоторые детки два раза проходили. Мы отработали где-то 4 миллиона 86 тысяч, из которых мы 300 тысяч потратили на коммунальные платежи, забыла, как называется. Трудно забыть. Да, 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 коммунальные платежи, это электроэнергия, это у нас свет. Порядка 290 тысяч мы потратили на ремонт крыши, ремонт у нас был там... Это в новом здании уже, или это в старом? Нет, в новом здании. В новом здании, да. А что у вас с системой отопления, кстати говоря, у вас же холодно было очень темно. Вот система отопления у нас вопрос решается, мы всевозможно подали сметы в разные структуры, имеется в виду, тем, кто мог бы нас поддержать, и сегодня вопрос, скажем так, на уровне решения, то есть надеемся, что к лету он как-то определится, возможно, это будут средства спонсоров, возможно, это будут частично наши средства какие-то, я пока не знаю, но если мысль закладывать, если о ней говорить, то обязательно она должна исполниться, обязательно что-то должно быть сделано, поэтому мы не теряем надежд и думаем, что все-таки в год добрых дел должны быть сделаны добрые дела. Да, да. Татьяна, а когда был создан ваш центр, сколько времени прошло с момента образования до сегодняшнего дня? Мы созданы в августе 2018 года, это официально, хотя до этого мы как, скажем так, организация, как клуб родителей мы работали еще где-то примерно полгода. Очень долго проходил у нас процесс самой регистрации через Миньюз, потому что нужно было постоянно какие-то коррективчики делать и так далее, ну, мы, скажем так, первый раз, не зная, то есть точно так же учась, да, то есть каждый раз на свои собственные ошибочки, да, грубо говоря, опираясь, мы корректировались и так далее, то есть и вот процесс регистрации полгода где-то занял. Мы находились в городе, в подвальчике. К сожалению, компания «Лукойл» нам не разрешила остаться там в плане как некоммерческой структуре, потому что у них просто... не потому что они не хотели, нет, просто у них внутри как бы их деятельности не было заложено предоставление некоммерческим организациям безвозмездным таких помещений. Конечно, грустно, но вот нам пришлось перебраться в искателей. Я думаю, что вы сейчас не жалеете. Сейчас, конечно, нет. Сейчас, конечно, нет, и у нас большая задача стоит, это все-таки довести наш центр до такого большого умного, разумного центра, в котором будут работать не только, скажем, социальные, да, реперитологи, там, психологи, но еще и все-таки врачи, и педагоги с большой буквы, и не только, скажем, наши, да, но и чтобы мы учились еще у каких-то, скажем так, именитых врачей, именитых педагогов, чтобы как-то передавался опыт, и чтобы нас тоже научили правильно работать с нашими в семье. Когда-то было вам страшно? Хотелось опустить руки и сказать, ну, что зачем мне это надо? Было все. Было все, и слезы, и, в общем, было все. Это не рассказать словами, это нужно пройти и почувствовать. Но все-таки считаю, что то, что мы сделали, это большой путь, и путь не зря. Когда ты видишь глаза детей, у которых реальные результаты, когда ты видишь маму, у которых тоже так же светятся глаза, и которые говорят спасибо, я думаю, что мы ведем колоссальную и положительную работу. У вас есть предел мечтаний или нет? Предел мечтаний? Ну, на чем можно было бы остановиться? Мы хотели бы... Сегодня у нас организация прибыла немножко иной статус. Мы сегодня не просто региональная общественная организация, а межрегиональная общественная организация. То есть мы открыли филиалы в других регионах. Это в Сыктывкаре, в Котласе и в Волгодской области. Хочется, чтобы наша организация помогала деткам не только в нашем регионе, но и деткам из других регионов. И чтобы они могли к нам приезжать, тоже получать социальную реабилитацию. Ну, может быть, в будущем не только социальную. Вот. И, в общем-то, хочется, чтобы организация была такой большой доброй рукой для многих детей разных регионов. А что это? Я на самом деле не очень понимаю. То есть это где-то в другом регионе тоже есть такой же центр особое детство? К сожалению, пока нет. Пока только на бумаге. То есть мы только-только создали филиалы. То есть мы зарегистрировались. Мы подали документы Минюст. Сегодня мы уже все официально являемся межрегиональной общественной организацией. Особое детство. Уже без НАУ особое детство, потому что уровень немножко повыше. И на базе трех городов у нас есть филиалы. Пока в этих филиалах есть только по одному человечку, представителю от нашей организации, которые могут о нас рассказать, могут представлять наши интересы, но это без права юридического лица. То есть пока только вот в таком ракурсе. Но обязательно будет проделана большая работа, чтобы какие-то маленькие пока для начала, может быть, кабинетики в других регионах были, куда мог бы быть устроен специалист по социальной работе. И он мог бы, например, помогать детям тех регионов. Таким вот образом. То есть мы потихоньку вступили в реестр поставщиков социальных услуг и в других регионах. А в этих регионах, получается, нету подобных организаций? Нету ничего вообще подобного? Ну, я знаю, что в двух регионах точно... То есть не в регионах, а в городах, которых мы пока вот разместили, да, точно нет. Но в регионах, скорее всего, есть такие центры подобные. Я вообще, честно говоря, не изучала практику того, как вообще работает социальное обслуживание в других регионах. Я, например, знаю, что в Вологодской области всего два города занимаются социальной работой. Это Череповец и Грязовец. В Сыктывкаре, знаю, что есть организации, которые работают по социальным договорам. А, например, в Устюге точно знаю, что нет. В Котласе точно знаю, что нет. То есть вроде бы тема есть, открыта, но заняться, я так понимаю, пока в тех регионах некому. Это, конечно, прям такие огромные планы. Ты не думайте, что это прямо вот мы завтра бах, и у нас там что-то есть. Нет, конечно. Мы здесь-то шли, видите, три года шли для того, чтобы был центр здесь. То есть тоже время потребуется, возможно, и не год, и не два, и не три. Смотрим. Ну, все-таки вот у вас оборудование, насколько я знаю, очень-очень хорошее оборудование, которое даже большие центры, какие-то крупные, не могут похвастаться таким оборудованием. И воплево. Тем более, если то, что вы рассказали, будет реализовано, то это... Ну, вот вы говорили о пределе возможностей. Вот у нас такой большой... Мы очень хотим автомобиль в организацию, чтобы наши дети могли беспрепятственно ездить, потому что не все могут посещать центр в силу определенных обстоятельств. То есть есть дети, которые, например, мамы не могут поднять сами, то есть нам нужен человек, который бы мог их нести, посадить в автомобиль и так далее. Также, например, есть дети, которые в силу материальных каких-то составляющих не могут просто приехать. Либо там есть, например, дети, которые вроде бы мамой дома сидят с такими детками, но просто надо их организовать. А чтобы организовать, надо за ним приехать и увезти, привезти. Хочу сказать, что в социальной политике вот как раз-таки перевозка таких детей с особенностями, она тоже включена и есть. То есть, в принципе, возмещение за данную услугу тоже возможно. А вы куда-то обращались, уже кого-то привлекали, какие-то волонтеры, ой, спонсорство какой-то помощи? Давайте мы оставим это маленькой интригой, потому что работа ведется во всех направлениях. Это будет маленькая интрига. Так что будем ждать ответов от наших спонсоров, от наших пожертвователей. Да, а насколько люди отзывчивы? Насколько вас хорошо слышат? Насколько реагируют на ваши просьбы положительно? Ну, вообще мнение всегда неоднозначное. Есть, я говорю, те, кто прям вот говорит, что мы правильной дорогой идем, помогает и так далее. Есть люди, которые наоборот, зачем вам это надо, для чего вы это делаете и так далее. То есть тут быть всем добрыми и хорошими не получается. Поэтому мы к любой критике относимся положительно. То есть мы знаем, над чем нам есть работать. То есть если о нас говорят не очень хорошо, значит, где-то мы здесь подправим. Если говорят хорошо, значит, будем идти выше и так далее. То есть таким образом. Татьяна, наша программа подходит к концу. Я действительно желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись и пределы мечтаний, чтобы не было, чтобы появлялись новые, чтобы центр разрастался на благо детей. Телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель центра «Особое детство» в НАУ Татьяна Вепрева. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова